Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Всем-всем доброго времени суток. И сейчас сразу отвечаю на ваш вопрос. Что вам подарил сын на день рождения? Он сделал один подарок на Новый год, а один на день рождения. Вот на день рождения вот что он мне подарил. Он решил, чтобы я попробовала вот этот парфюмчик. Андре Ларом Екатерина. Вот такой вот необычный 100 мл. Сейчас я вам открою, и вы удивитесь, насколько он необычен. Во-первых, сразу же давайте коробочку посмотрим. Посмотрите, какая она оригинальная, словно кружевная. Но кружева эти серебряные на сером фоне, серебро вот такое вот. Такая красота. И переходим сюда. Все очень красиво. Открываем. Извините за маникюр. Маникюра у меня пока что нет. Но это временно. Нет, он-то у меня, конечно, есть. Но не такой, как хочется. Вот я его переделаю, и увидите. Так. Открываем, и видим, что здесь гофре-коробочка. Сейчас мы ее тоже откроем. И, али-оп, вытаскиваем вот такую красоту. Посмотрите, какая красота. Екатерина первая. Это вот эта часть. Екатерина вторая. Это верхняя часть. Два в одном. Меня вообще этот флакон поразил. Во-первых, очень элегантно смотрится на столике. На туалетном столике мы видим дамы. Вот здесь вот. Такие в греческом стиле. Гречанки. Посмотрите. Настолько все это красиво, элегантно. И уже я пробовала. Уже я использовала на себе. И мне очень понравилось. Это двойной аромат. То есть два в одном. Он знает, что для меня любой аромат, который не есть в моей коллекции, будет интересен. Это аромат линии украинской. Ла Ром. И тем больше меня он заинтересовал. Потому что уже и арабские, и польские, английские, и французские. Все это есть. Уже понимаешь, даже чувствуешь разницу. Даже можешь определить, где идет вот явная линия Англии, где Франция, где Арабские Эмираты. И вот теперь будем экспериментировать на украинской линии. Итак, Екатерина первая. Вот она у нас внизу. Она темненькая. Екатерина вторая. Она у нас светленькая. Открывается все просто. Раз, и готово. Ставим. И раз, и готово. Все это на магнитиках. Вот так. Посмотрите. Сюда можно вставить свечку. И будет подсвечник. Итак, Екатерина вторая и Екатерина первая. Екатерина первая мы видим чуть темнее. Екатерина вторая чуть светлее. Прочувствовать все это мне пришлось, ну, наверное, неделю использовать. Понемножечку, по чуть-чуть. Но я теперь могу точную характеристику дать вам. Екатерина первая. Заявляют верхние ноты. Магнолия, персик, груша, бергамот и мандарин. Ноты сердца. Это мексиканская тубероза, фиалка, орхидея, жасмин, ландыш. И конечная нота. Это мускус, ваниль, ежевика. Так заявляют. Что прочувствовала я? Однозначно я прочувствовала ландыш, немножко персика и мускус. Это однозначно. И меня Екатерина первая все-таки навела на то, что это от Диор Жадор. Очень похожий аромат Диор Жадор. Конечно же, для леди. Леди. Только зима. Только зимний аромат. Потому что сильно похож на Жадор. Что еще я могу сказать? Вот когда вы заходите в цветочный магазин, и сразу вам в нос прям вот такой вот запах идет. Мощнейший запах цветочного магазина. Вот. И еще одно. Это сложный букет. Очень сложный букет. Поэтому никак не подходит для девочек 16, 17, 18 лет. Как минимум с 25 можно начинать. Это все-таки для дам. Следующая. Следующая Екатерина вторая. Здесь другая картина. Заявляют верхние ноты. Киви, ревень, красная смородина. Ноты сердца. Арбуз, цикламент, жасмин. И конечная нота. Мускус, сандал, грейпфрутовое дерево. Однозначно здесь чувствуется в средней ноте арбуз, грейпфрутовое дерево. Поэтому делаю вывод. Очень сильно похоже на императрицу номер 3 от Дольче Габбана. Помните? Вот очень похоже. Это свежесть, это элегантность, это нежность. Это однозначно конец весны, начало лета. И любой возраст. Вот любой. Мне кажется, любой девушке это понравится. Утро, день, замечательно. Вот эти духи. Зима и, скорее всего, вечер. Вот такую историю я вам рассказала, дорогие мои. А, и ещё в каждом аромате присутствует такая лёгкая химозность. Но не больше, чем в современных точине, феррагама. Вот такого плана. Дизайн оригинальнейший. Отличная задумка. Вот для меня все плюсы. А теперь, поскольку я в окружении мужчин. Всегда. Я имею в виду, у меня сыновья, у меня братья, у меня муж. Хотела сказать мужья, муж. Я хочу сказать, что мои мальчики, знаете, какой аромат выбрали? Вот этот. Екатерина вторая. Они сказали, однозначно потрясающий. Да, этот они так себе сказали. Да, нормальный, нормальный. Да, прямо вот букет цветов. А вот этот, они сказали, очень, очень классный. Вот так вот. Думаю, что кому-то я помогла своим описанием. Все, что мне остается сделать, это поаплодировать. Вот так. Особенно для масс-маркета. А сейчас, дорогие мои, я к вашим сообщениям перехожу. Юлечке Соловьевой, спасибо за твои сердечки. Принимаю. Мадиночка пишет. Очень интересно. Вот это да. Спасибо большое, Катя, за интересное видео. Благословит вас Бог и нашу интернет-семью. Всех. Да, дальше я сразу всем, конечно же, сердечки буду ставить. Немножечко попозже. Так, сейчас всех посмотрю. Сначала прочитаю. Дальше пишет Маргарита Медведева. Выглядите отлично. Ваш цвет, умница. Спасибо. Спасибо, Маргариточка. Это на тот ролик, где... Ага, я поняла. Дальше. Толик Матвеев. Сейчас рожает моя Светланочка. Господи, благослови её на лёгкие роды. Прости ей все прегрешения. Пусть всё пройдёт хорошо. Светланка будет радостной. Ребёночка родит здорового и умного. И дальше молитва. И мы также молимся. Я сразу же помолилась, как только мне написал Толик Матвеев. И я помолилась именем Иисуса Христа, потому что он был распят, и он пострадал за наши грехи и болезни, понёс на кресте. Поэтому именем Иисуса Христа я помолилась за Светланочку и за то, чтобы все роды разрушились отлично, как можно лучше. И всё произошло хорошо, на высшем уровне, чтобы руками врачей работал Господь. Вот так. Гулин, амин, принимаю. Доброй ночи, леди моя Кэти. Всегда так, с такой любовью, с такой добротой Гулин пишет. Люблю смотреть твои видео. Спасибо большое за информацию и за все новости. Милая, я с вами согласна. Обязательно есть обязательства у каждой семьи. У каждой семьи есть свои правила. Надо жить этими правилами. Тем более семья королевы. Иначе трудно будет жить без правил в семье королев. Вот это моё мнение. С благословением ко всей интернет-семьи. Я люблю вас. Написала Гулин. Спасибо, Гулиночка. Вам благословения, здоровья, родным, близким. Всем, 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 чтобы всё было хорошо. Наталья пишет Пивоварова. Я очень шокирована, что эта пара заявила. Они действительно хотят сидеть на двух стульях. Это про Меган и Гарри. Меган и Гарри, напоминаю, они решили отойти от королевской семьи. Официально. То есть уйти, что называется, в мир. Уйти в мир и жить в миру. И это они объявили. Они действительно хотят сидеть на двух стульях, пишет Наталья. Но, как показывает практика, на двух стульях не усидишь. И в итоге ты упадёшь. Если они не образумятся, то их, увы, ждёт падение. Ведь против Бога и семьи не идут. Это золотые правила, которые они хотят нарушить. Дай Бог им выразумление. Видите, Наталья, как мне написали другие. И каждый вправе выбирать. Вот они сделали свой выбор. Ну, мне так кажется. Несси Немировский пишет. Насколько приятная пара Уильям и Кейт? Насколько неприятная пара Гарри и Меган? Это субъективное мнение Несси. Было бы очень хорошо, чтобы они действительно вышли из королевской семьи. Они совершенно не подходят своим поведениям к королевской семье, пишет Несси. Опять-таки на то видео, где Меган и Гарри объявили о том, что они хотят уйти. Дальше. Маргарита Медведева. Спасибо, понравилось очень. А, это Луки выбирали. Да, Луки выбирали. Теперь Роза. А Дилбекова пишет. Розочка нам. Спасибо, Катрина, за видео. Меган, видимо, устала от всех ограничений жизни королевской семьи. И, внимание, прессы. Она не была воспитана и не получила воспитания для такой жизни. Розочка. Вы знаете, она всё-таки актриса была. Внимание прессы у неё было. Кроме того, она ведь шла замуж за принца. Где постоянное внимание прессы. Она этого хотела. Она хотела большего внимания, чем у неё было. Ведь она голливудская актриса. Актриса из Голливуда. Понимаете? Помните, как принцесса Монако, когда выходила за принца, она знала, на что идёт. И она отказалась от своего дальнейшего Грейс Келли. Да? Она отказалась от той жизни, которую она вела до того. Она ведь была знаменитейшая актриса. И она полностью отошла. Она стала... Она приняла эти правила. Она знала, куда она идёт. И она очень достойно прошла путь. Да, закончила она, конечно, очень скоропостижно, за рулём в аварии. Но она достойно прошла путь. Именно достойно. Она родила троих детей. Она была верной женой. Она приняла все правила и соблюдала их безукорезненно. И, конечно же, всё королевство Монако, они восхищались своей Грейс Келли. Да, Роза, скорее всего, вы правы, что вы написали, она устала от всех ограничений жизни. И вот ещё, Розочка, мы все, в принципе, ограничены в этой жизни. В том-то и дело, что если бы мы жили без ограничений и позволяли себе бы все вольности, нам... Вы знаете, что мне нравится? Что Господь самый лучший демократ. Он нам даёт всё. Вот вам, все вольности. Вот, выбирайте. Хотите сюда, хотите туда. Всё, да-да, нет-нет. И вот тут мы очень чётко должны различать, что такое хорошо, что такое плохо. И я вам хочу сказать, ограничения есть в каждой семье. Уже стать супругой – это ограничения, дорогие мои. Вот нужно выбирать. Дальше Еленочка Петросова написала на то, где холопы и крепостные. Да, мерзко написала Елена Петросова. Почему вот Еленочка написала мерзко? Да потому что, действительно, и у меня это вызвало такое мерзопакостное состояние. Такое, знаете, как будто тебя грязью облили. Это то видео, где вот этот вот политик, он раздавал деньги на Рождество или там на Новый год, не знаю, но на рождественские праздники, на великие праздники для христианского мира. Он раздавал пожилым людям. И там люди тянули руку. Он давал им по тысяче рублей и приговаривал – холопы, держите, крепостные. Для меня, конечно, это инвалиды, дети. Это было... И всё, и молчок, и люди никак не отреагировали. Я просто была ошарашена. Вот, как Елена Петросова написала, мерзко. Это мерзко. Вот, если ты даёшь милостыню, то давай её от чистого сердца, с любовью. А тут человек просто унижает, показывает это. Это действительно мерзко. Как он унижает народ. Вот. Продолжение следует...